вот это вот стрекозелы у нас живут такие интересные они довольно таки крупные ну сантиметров 5 наверное и они вот так вот везде садятся не боятся даже меня собаку не боятся летают собака подойдет понюхает этого стрекозла или стрекозлиху как ручные летают тут все нюхают может что-то кушают все к нам на огород лезут а мне нужно заняться его уборкой и не хочется пачкаться честно говоря и опять же комары комаров тьма говорят что уже малярию занесли в нью-йорке по моему обнаружили в нью-джерси говорят будьте осторожны есть случаи заболеваний всем привет нашла в шкафу вот такие вот штаны в турецком стиле здесь на животе у меня еще есть вот такое вот украшение с камушками но я его решила прикрыть настроение так себе настраиваюсь на шоппинг продуктовый это всегда очень интересно такие штаны мой муж бы не оценил как-то один раз я здесь всего их их одевала они еще из украины широкие я их надела для чего чтобы выгулять и потому что жарко опять жарко у нас нашла кофточку с открытой спиной с кружевом а вообще под эти штаны был еще такой топик в украине я носила как костюм и и здесь на груди большая такая большой волан но как бы воланы наверное сейчас не очень то модно в любом случае вот такой вот у меня образ кстати прическу мои дети тоже бы не оценили они бы меня жутко ругали за этот куцый хвостик вот как сказала однажды моя дочь я посмела не накрасить губы мы ехали на съемку ну где-то в шесть утра и не подкрутиться не сделать укладку и она так фыркнула мама это всего лишь пять минут ну вот получается так что либо я разленилась либо у меня здесь пяти минут нет а в принципе для этого села я и так хороша да пусть они пошли гулять пошли сегодня чуть пораньше надеюсь нас дождь и накроет ах да моя машина там я вчера я не перегнала иди сюда мой сладкий любимый иди сюда на тебе игрушечку на это ему сказала что маме надо в магазин ехать сейчас хрен загонишь его иди сюда мой сладкий любимый я знаю что ты хитрый такой и противный такой да противный любимый рыжий лохматый давай сюда заходи все я пошла мне сейчас придется подняться он побежит за мной а потом спуститься вот такая у меня зарядка бусенька бусенька хитрый мне пришлось переодеться вот такие на мне штанишки с кружевом по бокам летние рубаяхо сверху потому что в принципе те штаны розовые которые показала они уже пойдут наверное в архив вот я сегодня их надела и почувствовала что старье и мне в них не комфортно кроме того в магазине возле морозильных камер может быть прохладно я накинула рубашку на плеч муж мне дал уже задание что лично ему нужно прикупить позвонила ему вернее написала он перезвонил я спросила что тебе нужно и когда он вернется с работы я сказал что будет долго сегодня потому что еще не заработал те деньги которые как бы у него в планах заработать да вот и мне придется самой таскать сумки и от этого у меня уже депрессняк ну что делать надо ехать потому что у меня в доме осталось всего лишь одно яйцо я надеялась что он приедет и меня заберет и перетаскает мне все эти сумки свою машину большую ну придется самой грузить так собака не собирается в дом заходить да бобби мама поехала пишет пишет ты пришел маму проведет провожать да пришел провожать маму хитрый ты мальчик садись на диванчик будешь маму ждать мама в магазин едет мама тебе косточки купит вкусные так мне сейчас нужно быстро стоп стоп закрыть там дверь пока он не выскочил он не хочет один дома оставаться поэтому мотает мне нервишки у нас пасмурно довольно таки но тепло где-то градусов двадцать шесть двадцать семь у меня здесь заедает замок вот еще надо поиграться вот этот язычок вытащить блин и я как-то говорила что у нас два бракованных окна и почему-то надеялась что можно их не ремонтировать но сейчас я ими не пользуюсь но потом вспомнила что впереди зима и будет в доме очень холодно мужа вчера спрашиваю почему ты не разберешь и не разберешься с этим вот сидением он говорит может ты сама дорогая у меня нет времени ну вот как то так а у меня есть время все собралась пять минут посидела на улице уже меня укусил комар ой все малыш так надо ему музыку включить алекса господи алекса мюзик собачки чтоб не скучно было поиграть немножко дом надо вымыть тоже на очереди ты мой сладкий зелётой наверное я ему здесь свет включу да малыш все поехали экспериментирую с камерой включила на профессиональное видео сейчас запишу кусочек посмотрю как получится настроение у меня сегодня так себе опять новости насмотрелась поймали этого убийцу фарион предполагаемого света ты забыла поменять очки опять блин пацану 18 лет боже мой но он не признается что это его рук дело ну жизнь испорчена в любом случае нахрена эти дети лезут в политику не понимаю такое знаете и везде враньё это потому что уже не понимаешь кому и чему верить я снимаю вообще-то 16 на 9 обычно что это такое я не знаю а сейчас включила профессиональное видео и что у меня получится я тоже не знаю теперь вчера посмотрела новости есть такой канал бюро американский русско-говорящий у них небольшая команда но работает неплохо и они имеют контакт с людьми с жителями сша гражданами сша и не только и не гражданами которые проживают в америке и у которых есть вопросы либо проблемы за мной машины там женщина рассказала жуткую историю сына убили ну как будто бы сначала он упал в обморок потом его нашли в морге прошёл месяц с этих ну со дня этих событий это мать рассказывает сын красавчик спортсмен бля что ж вы так гоните и и вот месяц она не может добиться правды как будто бы его отправили в больницу и чтобы вернуть его в жизни сделали укол в артерию в шею и прокололи эту артерию и женщина наняла адвоката чтобы спросить собственно у полиции и в больнице что произошло и добиться правды это конечно ужас и вот я вспомнила как нас на нас напал питбуль да и полиция вообще проигнорировала то есть они у меня даже не приняли заявление вернее он был молодой полицейский и он даже в руки не взял вот это моё заявление в полицию о нападении питбуля то есть я рассказывал подошёл подросток с питбулям питбуль едва не заскочил в салон машины поцарапал её подросток был темнокожий смотрю там пошли в сарафанах даже девочки в шортиках может я напрасно так оделась и у меня была такая мысль ещё ну как бы поехать в отделение полиции и заставить всё-таки принять письменное заявление я себе представляю как бы они меня возненавидели потому что им пришлось бы давать мне ответ официальный понимаете а они такими мелкими делами вообще заниматься не хотят то есть мальчик был подросток темнокожий а кто я такая собственно вот и ещё был случай такой что женщину обокрали она вызвала полицию полиция приехала и застрелила женщину эту представляете и всё это я услышала под таким значит соусом не волнуйте полицию понапрас чтобы не иметь проблем я думаю слава богу что я когда вызвала полицейского чтобы разобраться в этом инциденте почему собственно на нас было нападение с этим питбуллем это опасная собака причём запрещенная здесь в штате Мэриленд и вот до сих пор я боюсь ходить по нашим улицам вот отвлекают меня что я хотела сказать да слава богу что на эмоциях я например ну могла бы этого полицейского взять за руку чтобы он взял это заявление моё письменное понимаете и не дай бог бы я к нему прикоснулась вот так ну чисто на эмоциях вообще неизвестно что могло бы быть ну вплоть до того что он бы мог выхватить пистолет и бог знает что ему бы зашло в голову потому что вот когда я работала в Украине у меня были дружеские отношения с местной полицией милицией мы даже где-то сидели в кафе ездили на съёмки помогали друг другу допустим они мне подавали темы которые я должна была показать вот предоставляли мне машину и мы знаете как после съёмок часто сидели и по-дружески болтали естественно здоровались могли обняться с полицией ну вот такое вот было знаете отношение друг к другу и даже вот если бы я как бы знаете по привычке могла обнять например американского полицейского тем более что то были ситуации например останавливается полицейская машина начинает со мной разговаривать и хвалить мою собаку делать комплименты или там например останавливаются пропускают меня хотя я машу там руками проезжать на работе я могу подождать вот а он всё равно стоит пропускает меня ну из вежливости как бы понимаете и я не к тому что вот полиция плохая да а всё-таки бывают разные люди ну полицейские тоже люди понимаете этот полицейский был раздражён и зол ну мы же не знаем какая у него вообще ситуация может быть там с женой поругался или у него живот болит или ещё что-то или его зарплата не устраивает так что вот так вот я думаю слава богу что у меня хватило ума как бы не стучить в руки ему напрямую вот это своё письменное заявление о нападении так что смутные времена и как-то так всё неспокойно и очень много лжи и в новостях и вообще говорят что нас хотят в эти 15-минутные города запереть то есть создать такую ситуацию невыносимую вообще в стране допустим не только в Америке вообще в других странах в Европе в Украине возможно и в России чтобы создать военное положение и вообще забрать у нас всяческие права многие об этом говорят в том числе научные деятели которые занимаются вот такими вот вопросами геополитики так что вот так вот ладно идём в магазин всё как всегда последняя вышла из магазина десять часов начало одиннадцатого сумки неподъёмные там сзади меня и мне уже знаете как лень была из корзины всё складывать в мои сумки я в магазине купила сколько десять сумок которые в магазине продавались чтобы там мне всё это складывали десять сумок по пятьдесят центов то есть пять долларов я переплатила хотя у меня в машине лежат сумки я их как всегда забыла в магазин взять а по одной штучке всё это товар опять складывать в эти сумки опять поднимать я сейчас натаскалась то что перекладывала из этой корзины из тележки сижу никакая ну здесь так принято делать закупку на неделю говорят кто-то на две недели я стараюсь на месяц всё это растянуть потратила пятьсот долларов хоть стой хоть падай цены опять выросли жесть конечно ну как бы если на месяц растянуть то пятьсот долларов это не так уж и много муж позвонил я надеялась он подъедет сюда поможет мне сказал что стоит где-то в Вашингтоне и пробил колесо и сейчас видимо вызвал аварийку не знаю придется ему платить что-то не придется говорит еще минут сорок буду ждать если он еще за аварийку заплатит то это вообще трындец в общем деньги улетают только так а мне надо еще страховки оформить я так и не сделала потому что нет времени так вот как белка в колесе а завтра надо будет дом вымыть послезавтра бусика подстричь еще после послезавтра еще что-то муж говорил чтоб я его подстригла готовка каждый раз каждый день вот так вот из чего наша жизнь состоит правильно когда помочь некому так бы дети были рядом то вы выбежали бы мне навстречу все это помогли занести в дом ну а так приходится самой таскать все ну ничего едем домой никакая сижу и мне придется все это заносить в дом потому что там замороженное и оно может протечь причем уже так сумки ставила одна на одну потому что складывал кассир товар я даже не знаю я купила две упаковки яиц по 18 штук и не знаю даже что с этими яйцами что поехали надо домой ехать я решила мужа не ждать все попереносила сама посмотрите это такие тяжести хорошо что я зарядку делаю один этот арбуз неподъемный там куча банок соки вода вот это все очень тяжелое овощи вот во что я превратилась вот белый костюм уже далеко не белый но ничего зато я сама справилась сейчас переоденусь и все это нужно будет раскладывать по местам и покажу вам что я купила на аж пол тысячи баксов жуть и переживая конечно муж приедет удивиться что опять такие суммы вылетают на магазин и я уже такая уставшая и если он будет возражать я могу не сдержаться потому что я сама купила потеряла кучу времени сил постройнела надеюсь килограммчик сбросила пока все это таскала но возражений его я принимать не буду он конечно приедет тоже нервный потому что колесо пробито расспрашиваю его придется менять очевидно не знаю или можно залатать и во сколько это ему обойдется когда приедет не знаю так что сегодняшний день еще не заканчивается еще тяжело было носить потому что бузька не привязала а он вот там улегся у порога чтоб не выскочил нужно было следить но я справилась стронгвумен сильная женщина ладно ребятки всем хорошего настроения что за маскарад какой это маскарад это же одежда когда работают я заехал в темное место там фонаря даже не было в темноте менял колесо кошмар темно было ехал на ехал на бордюр как дал бордюр бух а как ты наехал на бордюр вот так не заметил со своими глазками в темной улице ой боже мой и что дальше что дальше снял колесо поставил запаску завтра надо ехать чтобы накачали его я думаю что все нормально просто оно выгнало слава богу я думала что ты вызывал эвакуацию и опять деньги платить я не вызывал никакую эвакуацию я сам приехал на запасном колесе ты молодец что ты все перенесла посмотри представляешь сумок накупила или да на 5 долларов потому что я уже у меня спина не разгибалась нет подожди так а что ты из бомб сумки не взяла я забыла и купила в магазине ты же сам сказал купи еще сумок вот я купила ну 5 долларов не знаю нет по 50 центов эти сумочки ну хорошо я не знаю сколько я купила 8 10 ну потому что у меня не было уже силы все это по одному товару складывать в сумки я все понял хорошо молодец тебе помогли загрузить нет я сама все сделала все сама там сумки не подъемные у меня спина вообще не гнется хорошо ну ладно смотри я как чуня руки грязные я еще успел этим санитарным гелем чуть-чуть потом салфетками вытирал все все грязное представляю ну зато я видишь какой как ну моны далеко видно было тебя да ну вот если выключить свет ну давай ну давай кто-то сейчас по жопе получит да светишься ну да иди мои дорогие сюда понесли адки ты не папа я так скучал мамы дома не было он помогает распаковывать мамины покупочки причем я все это носила боялась чтоб он не выскочил в общем все папа любит тебя тоже я тебя сильно люблю он уже полез в сумки проверять там я сказала Буся стоп это нельзя ну он уже сейчас ну да сейчас он уже ждет распаковку он хочет чтобы ты разложила все и показала да чтоб он все проконтролировал сладки 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 все 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 ладно отдыхай Вова сейчас я сниму ботинки давайте нацем главное что не пришлось это платить за эвакуацию я этого боялась Бусечка ну все хватит прыгать все папа с тебя все все дай папе отдохнуть немножко ну я ж тебя уже погладил все давай я буду раздеваться шоппинг обошелся в 500 долларов это на месяц на месяц все больше я тебе не дам в смысле больше нет а дикие цены Вова опять в магазине это не значит выключи пожалуйста не а что я выключить дадут если оно есть это не значит что его нужно сегодня сготовить и все за три дня все съесть нет это на месяц я же сказала я так и делаю я всегда ты делаешь я я сковороду сковороду всего там красной рыбы скажи скажи вова я никогда это не ела не знаю что это такое в общем посмотришь ну посмотришь там по моему вот эти две они какие-то копченые это в общем разберешься и будешь и будешь да и лук будешь как-то так я начала сумки носить а он уже залез в первую сумку нашел там упаковку чая и смотрю один пакетик уже начинает жевать я как гавкнула на него я как гавкнула на него сказала стоп а у меня там еще эти сумки в машине понимаешь я только первую затащила ну типа того я на него как топнула как гавкнула так строго и он тогда уже смирненько сидел и ждал все вкусняшки свои кушает теперь а да я ему косточку кинула говорю вот это жире а это нельзя вот вот дисциплина должна быть в этом доме ладно иди 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 хотел погавкать говорит мыло не то ему но не мылится ну не мылится да понятное дело а в общем я еще раз повторюсь ты устал и я устала поэтому песок закрываем отдыхаем а потом будем выяснять насчет мыла и всего остального окей говорю буся не ори а там салюты пускают пол двенадцатого ночи ну если им можно значит бусе тоже можно да малыш все все уже успокойся все люди спят пусть ваши карманы не скудеют всего вам хорошего и даже замечательного пусть будет мир увидимся не жалейте лайки всем пока пока